всем привет вот наконец долгожданное видео про исторические вездеходы которые видел на станции восток в 2019 начале 2020 года перед тем как приступить к моему небольшому рассказу попрошу вас писаться на мой канал потому что это очень мотивирует меня делать далее подобный контент а также поставить свой авторитетный лайк прежде чем рассказать про исторические вездеходы расскажу немного о том какие вездеходы применяются сейчас и в принципе зачем они там нужны среди прочего саногусничный поход привез на станцию некоторое количество топлива около 60 кубических метров дизельного топлива таких вот бочка сейчас соответственно перекачиваем станционные емкости настоящее время в рамках российской антарктической экспедиции используются вездеходы казбор и стамбуле 300 применяются они не только для распортировки топливых припасов но также и для укатки взлетно-посадочные полосы очистки территории станции от накопившегося снега а также в конце 2019 начале 2020 года эти вездеходы использовались для укатки и уплотнения площадки строительства новой станции восток это на застройке новой станции здесь мы как раз видим как вездеходы используются для укатки и уплотнения места строительства новой станции ведь ранее я упомянул про то что вездеходы также используются для укатки взлетно-посадочные полосы принципе укатка площадки под строительство и укатка взлетно-посадочные полосы это варианты активности которые достаточно похожи тут стоит вкратце коснуться вопрос строительства и обустройства это посадочных полос полярных регионов хоть вместе расположение станции восток снег никогда не тает в принципе относительно плотно но тем не менее для подготовки взлетно-посадочные полосы необходимо ее укатать то есть много-много раз проехать по ней гусеницами тягача для того чтобы сделать ее максимально плотной и твердой чтобы самолет при приземлении не продавливал снег скользил лыжным шасси по поверхности сочной полосы этот же принцип укатки и уплотнения использовался для подготовки локации строительства новой станции восток и так приступим наконец-то рассказ сегодня будет про два типа вездехода про отт и про харьковчанки и так начнем с отт на станции восток имеется одна такая вот отт изделия 401 который используется для укатки взлетно-посадочные полосы кроме этого в конце 2019 и начале 2020 года отт наравне с сборами использовалась для уплотнения место строительства новой станции к слову сказать отт весит больше 20 тонн и именно поэтому для укатки взлетно-посадочные полосы а также вместо строительства новой станции она подходит вполне неплохо вот собственно говоря эта штука как мы видим по ходовой это по сути ходовая танка т-54 55 но удлиненная на два катка и развернутая задом наперед это у нас отт номер 17 она была доставлена на станцию восток в середине семидесятых точнее дату не скажу и по сути вот используется до сих пор предвосхищая вопрос о том а в чем смысл наличия такого старого вездехода на станции восток повторюсь что весь этот штук и больше 20 тонн и весьма классно подходит для укатки взлетно-посадочные полосы а чем плотнее и ровнее укатана взлетно-посадочная полоса тем безопаснее посадка и взлет самолет вот собственно говоря так все это выглядит изнутри трансмиссия разумеется ручная и два рычага для контроля управления левой и правой гусеницей сейчас мы увидим то что многократно вспоминали старые полярники которые участвовали все на гусеничных походах на харьковчанках и на отт наш мехвод кувалдой подбивает пальцы гусениц что такое пальцы пальцы это такие стальные штыри которые используются для соединения траков и при длительном движении они начинают из соединений выходить и для того чтобы вернуть их на место необходимо использовать кувалду после осмотра и обслуживания гусениц мы продолжаем движение и вот у меня была возможность занять место механику водителя и ощутить каково это управляется 20-тонным гусеничным вездеходом на удивление оказалось что рычаги достаточно чувствительные и нужно было весьма аккуратно следить за соблюдением траектории прям того если ты перед собой не видишь колени но по сути нет никаких ориентиров и нужно было опять таки весьма аккуратно следить за окружающей обстановкой и так или иначе искать какие-то кочки неровности в снегу за которые может глаза забиться на площадке строительства новой станции ну или же пятнезастройки как ее называли я провел около двух часов и это были весьма примечательные два часа все же не часто представляется возможность побыть оператором такого вездеходу это застройки новой станции вот видно как вездеход раскатывает вот такая вот нынешняя степень готовности далее я направился в сторону стоянки старой техники где находятся нескольких рековчанок которые ранее использовались для саногусеничных выходов со станции мирный на станцию восток вон там кран видим неиспользуемый с той стороны я стою на стоянке техники старый он там кран виден неиспользуемый с той стороны гусеничная техника этого топлива склад топлива наш антенна спутниковой связи вот таких емкостях производится транспортировка топлива со станции прогресс на станцию восток это вот жилой модуль на санях а за ним большие грузовые сани которые используются для транспортировки секции новой станции сюда вот на станцию восток это вот старые вездеходы знаменитые харьковчанки которые когда-то использовались для саногусеничных походов на станцию тут вот несколько штук стоит три если быть точным с радиоантеннами сейчас эти три харьковчанки которые остались на станции восток в сути используются как источник спасных частей для т.т. ну ввиду того что ходовая у них одна и та же и в общем-то никак кроме этого не используются в принципе было бы классно в будущем сделать что-то вроде некой такой небольшой музейной экспозиции мне кажется это было бы классно а этот вездеход участвовал в первых экспедициях по поиску южного геомагнитного полюса то есть той точки где была создана станция восток в конце 50-х годов такая вот сегодня история ставьте лайк подписывайтесь на канал всем пока 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 пока